Продолжение следует... 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 Одной из наших задач, основных, актуальных, это помощь кардиохирургической, особенно детскому населению Кыргызстана, учитывая потребность. Вот с этого и можем начать. Если будем развивать детскую кардиохирургию, вообще говорят, по уровню развития детской кардиохирургии, службы детской, судят о уровне медицины в целом. Пусть это будет в центре, столице этой республики или даже в регионах. Вот с этого и мы хотели начать. Это наш стационар, то есть где лежат наши пациенты. Палаты двухместные. Рассчитано у вас сколько коек здесь? Здесь на 20 коек. В палатах две койки с консолью, откуда можно подключиться к монитору, подавать кислород, сжатый воздух, кондиционирование и стандартов санитарно-эпидемиологических норм. Начиная, как говорится, от пола, да? Да, от пола, специальное медицинское покрытие, климат-контроль, консоль медицинская. И все остальное, которые бытовые. И санузел, который... Это обычная, стандартная местная палата. Все палаты у нас одинаковые, только на два места рассчитаны. Здесь у нас пациенты. Вот это наши пациенты. Аленор Мандай! Аленор, ты ганди? А это кто? Это наш коллега. Это уже после операции. После операции, да. Сегодня уже все хорошо с родителями. Значит, получается, вы... Сегодня у вас официально открыты, но вы пациенты... Да, вчера мы сделали... Первые пациенты вчера были? Вчерашние пациенты были первые уже успешные. Они готовятся завтра на выписку. Как сами родители? Довольны вы, да? Да, да. Условиями, да, все довольны. Молодцы. Ну вот на одного ребенка и мама, и папа здесь вместе. Пусть это будут первые ласточки, но это будут счастливые ласточки. Спасибо. В вашей больнице. Спасибо, рахматцы. Поздравляю вас. Спасибо. Как настроение? Хорошо, отлично. Отлично. В такой больнице, наверное, работать это просто честь. Да. А что пожелаете пациентам нашим вообще? Чтобы они у нас, операции были лучшими, здоровыми. Идет операция. Операция делается без разреза, без наркоза. Девочке 6 лет. Приехала с дальнего района нашего, Алабукинский район, еще какое-то село, с врожденным проком сердца. Это, значит, основные этапы операции. С помощью, да, специального устройства, называется девайс окклюдер, закрывается вот этот дефект, то есть открыт оставшийся проток. После чего, в принципе, ребенок максимум 2 дня и отпускается домой. Самое основное преимущество транскатетерное закрытие подобных дефектов. В рамках открытия, как мастер-класс с нашими коллегами. Денира Апасовича, Умир Буанш-Пекович, в последующем сами будут эти процедуры выполнять. Пациенты есть. Пять операций было вчера. Пять операций сделали, это турецкие коллеги с нашими. Закрыли без разреза, без наркоза, через катетер, с помощью вот этого установки ангиографические, которую мы приобретали через российский фонд. Основное оборудование, которое нам помогает в лечении детей с такими пороками. Сейчас детей, конечно, приходится оперировать открыто. На это тоже у нас операционный зал. Пойдем сейчас пройдемся. Где будем делать операции уже на открытом сердце. С остановкой сердца и коррегировать пороки. Вот операционный блок. Закрыли. Да, стандартная дверь. Да, здесь уже реанимационное отделение для детей после открытых операций. Это отдельно. Тоже полностью оснащена. В принципе, готово. Четыре койки. Нет, это палата уже реанимация. Операционный блок, да. То есть после операционной. Да, интенсивная терапия после операционных больных. На четыре койки рассчитана. Консоль. Потолочный. Где куда будет подключаться все следящая аппаратура. Все шприцы-автоматы. Который будет получать через них все необходимые лекарства. Дети. Это вот реанимационные. Ну я уже смотрю, что больница полностью уже готова. На 95% готова. Все, что необходимо, это инструментарии, да? Да. Подготовка операционной. Да, да, да. Вот сейчас мы пройдемся уже. Пройдем за красной линией. Здесь уже операционные залы. Стерилизационные. Уже аппаратуры стоят. Два стерилизационных кабинета. Плазменный стерилизатор, газовый. Здесь автоклавирование. Все они готовы, установлены, подключены. Предварительную проверку прошли. Интересно посмотреть всем нашим лекарствам. Да, здесь операционный зал номер один, где будет проводиться операция на сердце. А сколько всего операционных? Два операционных зала. Два операционных. Операционный зал номер один и напротив номер два. Это тоже ламинар фло, то есть поток, который обеззараживает воздух в операционном зале. Это один из основных условий, особенно когда оперируешь новорожденных, чтобы предупредить инфекционное осложнение. Это самое главное, вот это ламинар фло, ламинарный поток воздуха. Ну и все остальные, которые необходимы для аппаратуры подключения. Операционный зал. Вообще эта больница была по какому-то дизайну, да, суда? Да, здесь был. Обязательно мы в этом, когда проект делали, значит, учитывались все моменты. Это самое главное, санитарно-эпидемиологические нормы, чтобы по следующим избежать именно инфекционное осложнение. И все остальное удобство. Стандарт, конечно, скомпонован. Вот, и полностью было переделано это здание. Полностью, можно сказать. Это второй операционный зал. Операционный, тоже самое. С ламинарным потоком, с подключением консоль на все виды аппаратур и подачей кислорода сжатого воздуха. Сколько сотрудников здесь будет проходить? Насколько она еще? Сотрудников будет здесь где-то в районе 70-80. Да, это полностью средний, младший медперсонал, парамедики, то есть службы, которые будут помогать нам. И где-то в районе 70-80 по количеству коек. Нужно показать результаты. То есть самое главное условие. Кадры есть сейчас. Я уже, находясь в Казахстане, приезжал здесь, оперировали, помогали во главе с нашим профессором. Он тоже здесь долгое время работал. Но в последующем познакомились с ребятами, как вот Даниэр, который обучается в Турции, еще другие ребята, которые находятся в России. Они младше меня, но они по уровню ничем не уступают наших коллег, которые работают за пределы. Можно сказать, в европейских клиниках. Решили возвращаться, оказать. Надо полагать, что кардиология в Кыргызстане на надежных руках, да, сейчас? Можно сказать, да. В том числе и детская, да? Да, и самое главное, здесь должна быть еще такая поддержка государственная. Немало важно, чтобы поддержать хотя бы наших соотечественников, то есть пациентов. Пациентам, если будет какая-то государственная поддержка, в плане, допустим, квотирования, финансирования, часть денег, которые уходят на операцию, потому что у нас кардиохирургия сама по себе считается высокотехнологичной, те расходы, которые расходуются, пациенты, они приобретаются только в фирмах с дальнего зарубежья. Это все Единственные Штаты и европейские инвентарей. Поэтому хотя бы будет покрывать часть суммы, которая на операцию уходит, а клиники будет только набирать обороты и будут, значит, показатели хорошие. Напрямую будем влиять на заболеваемость, на смертность, это точно. Потому что через эту программу работал Казахстан, я через эту программу видел, как это все происходило. Государственная поддержка частных клиник наравне с государственной, это здоровая конкуренция и в конце до концов будет результат хороший.